всем привет дети подписчиков канала на youtube итак у нас сегодня 30 сентября последний день сентября всем привет что у тебя случилось ногой ударилась где твои носки где твои носки вероника так начинаем с мать уже поздно сейчас я вас мы первого да но перс не и поспали немножко подольше всем на гимнастику не пошли сегодня мама слентянничала нет во-первых я не тоже слентянничала нет конечно слентянничала во вторник по гимнастику пускай до конца сопли пройдут потому что боюсь лишние такие вот его не добудет спотеть да поэтому я решила до вторника оставить его дома в вторник на гимнастику ай-яй-яй-яй что за ай-яй-яй-яй не трогайте ее ты сказал всем привет сейчас пожалеем твою ножку сейчас тоже пожалей ножку и ладик покажи ножку ладик покажи ножку ладик лог а я стояла музыку а там все это дело сережа сейчас будет выкладывать его на и ну монтирует дальше и падут на youtube я сейчас собираюсь так вот ладик ну не лезь ты к ней ну ты же видишь она не хочет ну и ее все делал все и не почти вот и почти да опять почти так я сейчас справляюсь в магазин на голове мне еще бортек еще не успела даже нормально расчесаться подожди дочь сейчас справляюсь магазин нам надо купить у нас тут уже с вчерашнего дня ходят соседи гости вчера сперва это что приходилось у нас женщина с 4 этажа мужчина приходил получаете у нас такая система то что почему-то по этой стороне в зал и граники на комнату получаю не оттапливаются батареи тоже не таблица за воздушный сереж как направили называется пробка как образовалась да и просят слить батареи у нас дом потому что можно слить в подвале но так как выходные соответственно сливать не будет и просит нас а у нас нету ключа я сейчас звонила бывшие хозяйки этой квартиры она говорит да типа мы забрали ключ с собой там специальный ключ для этих батарей поэтому начнут быстренько бегу покупать этот ключ а то и люди все ждут как все ждет весь подъезд по нашему стояку пока ты соберешься я еще никак не могу собраться пошла и расчесывать провести порядок и бегу магазин по пути уже поснимаю ну что я собралась большая историями детки смотрят как обычно уроки это делают уроки которые они там ты пропирала . да да и в зале уле ладно давай сколько там холодно и как на мое поклонность конечно расходно все побежала я который уже купировали нас больше вышли на улице скажу что сильно сильно холодно даже можно не застегивать по крайней мере может пока мне тепло то что такое из дома но дальше посмотрим сейчас такая ситуация получилась не очень лично мне не очень было приятно ней выбрасывала мусор у нас мусорки и бабулечка тоже выкидывала мусор и от еще довело государство людей стариков да и вообще принципе наверное всех что бабулька из пакета обычного мусорного пакета вытаскивала мусор там маленький пакет выкидывала пакет вытряхнула забрала назад что люди экономят даже на обычных черных этих мусорных пакетах сначала задуматься муж боже мой до чего мы дошли вообще что стариков пенсии мизерные что у людей зарплаты просто копеечные зато кто-то живет и шикует и уже не знает на какой курорт съездить даже побывали по тысячу раз везде так ладно все сейчас иду магазин у нас вообще паспорта на улице дома вообще ходишь глаза сами по себе закрываются и уже увидимся немножечко попозже так ну что у нас пришла прямая трансляция спасибо всем большое кто на ней присутствует задавал свои вопросы кто был с нами все эти два часа за это время я на кухне уже сварила деткам супчик завтра на завтра мы планируем первый день сходить на танцы я записала веронику как школу танцев там это короче там и на профессиональный педагог даже гимнастику как видите мы не хотим ходить не знаем что может быть попозже когда подрастет захочет но пока как-то так получается у нас вот попробуем заходить на пробное занятие по танцам но там тебе покажут на танцевать там ты научит как там будете пробовать это вам будете показывать рассказывать родителям не знаю дочь не знает когда нас пола одиннадцатого надо уже быть там в чем-то начало дам пара шестая позади как поехать данн а ватик нету покажи пишет 2 по моему дути 60 как я так мама о ватик о ватик о ватик о ватик о ватик о ватик а дом будет сидеть Когда хочешь, может, он захочет с нами поехать? Ай, точно, Господи, какой дом. Это же, Ладька, тренировка. Ё-ё-ё, забыла. Не тренировка, а игра. Товарищеский матч у нас завтра. Все, мама совсем уже. Заглумилась, мама, да, Илюш, ты прав. Вообще уже. Господи, ну... Сейчас посмотрю. Так, ладно, сейчас мы с Лёжей тоже покушаем. Детки наши пообедали, сами молодцы. Все съели, да, детки, конфетки, супчиков? У меня Ника не съела. Поела, почитай, у меня чуть-чуть осталось в тарелке. Пойдем, мы тоже с Лёжей перекусим, да, начну готовить скоро ужин. Ты что, а, ты смотришь адрес этот, бежится? Все, поняла. Рак восприняла правильный. Да, ты же снимаешь? У нас в гостях Таня опять приперлась. Она вообще-то не была, когда она звонила. Нет, она звонила просто днем, она же не знала про прямую трансляцию, потому что я же не заметаю. Да, Татьяна не против провести прямую трансляцию вместе со мной. Она только за... Я ей сказала, если она мне заплачивает, то что угодно. Собака. Слышишь? Заплачу я тебе, ага. Собака. Собака. Я же культурно с собаками. Культурно. Все культурно. Да, да, да. Иди позвонишь с Ладикой, чтобы позвонишь со мной. Уберешься. Да, я его видела, не мешайте. У них там... Да нет, да. Что у них там? Все нормально. Что там все нормальное? Ну-ка, рассказывай, что там видела. Там Владик и девочки. Да, значит, у нас не до него. Ну, кто бы сомневался в этом? Мы с Вариной как всегда, Таня там. Я не знаю, он меня даже не заметил. Я пришла, такая, думаю, господи, ну почему же ты меня не замечаешь? Нет, я подойду, ты меня заметишь. И когда я сказала, что я иду к тебе, он зарол, нет, не надо. Хотя, знаешь, иди. Я такая, ну ладно, я пошла, ты думаешь. Он тебе разрешил, да? Ну, ну, все, значит, можно. Только дома. Так, я начинаю готовить ужин. И на ужин у нас сегодня будем говяжьей печень с рисом. Что? Что? Не люблю печень. Придется, если хочешь. Воужина. Мира торговца, как раз, я хотела, покупала ее. И сейчас сразу вчера я не знаю, что делать. Разделаю мясо на корейку. И, господи, кто-то в тебе пишет филей и индейки. Разложу по пакетам. Расскажи, да покажи. Естественно. А ты думала, что вы там делаете, а? А, где-то морковка. Морковка? Ну, Таня морковка. Я из них не поиграть хочу, можешь? Морковка. 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 Доброта. Ну, так, дети. У меня доча добрая, иногда бывает, иногда бывает, иногда бывает. И иногда бывает, идут. Нет, со мной мы всегда думаем. Да ладно, угу. Так, все, начинаю готовить. Значит, я буду ля-лякать стоять. Пришел, Желатик, с улицы. Нужно гулялся? Таня нам рассказала, как ты гулял на улице. В окружении кого ты гулял на улице? Никого. Она врет. Извините. Обрежь это. Кто там с Мариной, с Таней, как обычно? Нет, Марина ушла. Марина ушла? А с кем ты гулял? С Таней? С Таней. Вот так вот. Со мной? Там у нас настоящая война идет. Что за крики, что за вопли? Вероника, ты долго будешь ходить без носок? Я хочу пену за ее, папа. Верочка, закрывайте. А сейчас она будет говорить вам про акции. Про акции в магазинах. Про то, что... Подожди. Ну ладно. В чем была суть комментария? Давай, я скажу. Я еще не сказала то, что хотела сказать. Во-первых, я разделала мясо филе индейки на такие кусочки. Это пожарить чисто стейки. Вы что тут меряете, пацаны? На стейки. Сейчас выложу по разным пакетам. Тут вышло больше 10 кусочков у меня. И два кусочка оставила. Это... Сейчас я быстренько покручу фарш из него. Два таких тут небольших. Также я с ней купила, когда заправлялась по печенью. Вот такие, господи, как они называются. Бедрышки... А, нет, бедрышки. А крочка именно. И курицу большую. Сейчас я тоже все разделаю. Илья, Илья, Илья. Кого? С тебя слушать или кого слушать? И также разделала корейку на такие кусочки порционные, чтобы уже потом пожарить. Точнее, господи, на отбивные. Или же просто сделать в духовке, потушить. Не тот кусочек оставлю на гуляш один. Сейчас, Даш, как раз прочитала комментарий Али Антоновой по поводу акции, как Таня начала говорить. И могу сказать только то, что... Ну, во-первых, в магазине, понятно, что не делают себе там в убыток. Это дураку понятно. Но, по крайней мере... Илюшенька, пожалуйста. Так, Илья, все тихо. Но, по крайней мере, цены там такие, какие они есть. И, например, тоже индейки... Ой, курина какая-то. Или индейки, например. Я никогда не купила за 442 рубля. А на самом деле она так и стоит. Ну, бывает там 415, наверное, как-то я видела один раз. 422, но не особо цена отличается. Ой, ну да. Не особо цена отличается. А для нашей семьи... Почему я 442, 415, по-моему, была. Вот. Для нашей семьи килограмма это мало. Ну, и килограмма, в основном, никогда не купишь. Потому что они куски до сюда больше полтора и выше. Минимальная. А за 239 рублей, почему бы не... Разница больше 100 рублей. И поэтому акция, не акция. Ну, 100 рублей, по крайней мере, с килограмма, это тоже достаточно прилично. Что касается... Почему 100 рублей? 239? 200 рублей. И 442. Это вполне прилично. А что касается той же корейки. У нас она в магазинах лежит почти уже по 380, по 360 рублей. Тут, получается, цена без акции 357, 290. А я купила на 229, 99. Разница тоже очевидна. Поэтому, как бы, я считаю, что такие покупки тоже хорошо, которые сейчас мы купили, там за сколько 300, по-моему, стоит. А так он стоит почти 600. Это довольно-таки выгодно. Не знаю, конечно, это не в убуток магазина сделан. Потому что вообще эти товары стоят копейки, на самом деле. Если они в закупе, да, если они проводят такие акции, соответственно, они, это товар стоит вообще копейки. Что мясо тоже, что Илюша, Вероника, что те же порошки. Понятное дело, что у себя не в убуток. Но нам это абсолютно нормально. Потому что по такой цене, которая на самом деле в магазинах лежит, мы купить можем не всегда. И опять же, что мы никогда не берем те товары, которые нам не нужны. Мы купуем только то, что мы кушаем. Лазик. И то, что нам необходимо. Ничего такого лишнего мы не покупаем. Ну, конечно, иногда бывает, да, когда хочется под чем-то побаловать. Если цена дешевая, почему бы и нет. Если там по акции. Ну, это Аля Антоновна на комментарии отвечаю. Ну, что? Ну, ты уже читал комментарии тоже на телефоне. Я не понимаю, что это просто акции? Ну, я слушаю, сужу. Как бы, да, иногда можно купить что-то по акции. То, что это незапланированная покупка, если бы ты хочешь. А, например, вы видите какой-нибудь просто офигенный, там, не знаю, крем для лица, который стоил тысячу рублей, а он продается за 400 рублей. Вы его не купите, зная на него отзывы, зная его характеристики. Вы его не купите, да? То есть, как бы, это нелогично. Да, человек, наверное, за тысячу купит. Нет, конечно, тут акция начнута на такого же потребителя. Да, главное вовремя понимать эту акцию. И то, что мы хотим делать, не в угуток, а в понятное дело. Да, если бы он делал себе угуток, он бы не делал. Такие акции не провал. Просто все эти товары, это уже прошло. Естественно, они закупают это все за сущие копейки, а продают уже в 10 раз больше. Ну, если даже тоже речь, то есть, если на него 50% скидка, то сколько на самом деле он стоит в закупке? Естественно, он не себе. Куда ты за 500? Убуток не себе, да. Магазан не себе убуток это делает. А почему по акции не купить товар, который тебе реально необходим, например? Да, да, потому что бывает, надо... Вообще, это было искусственно, когда поднялся доллар. Да, конечно, надо хочется купить что-то... На 70% подняли полностью все эти бытовую и хронику, и бытовую химию. На 70% уже подняли. Ну, естественно. Нет, и опять же, кто уже... Нет, было 80-90 рублей, сейчас 58-59. Нет, ну, просто так, например, рассуждать, например, это та же красная рыба. Да, все мои люди, иногда нам что-то хочется. И почему я, если я хочу красную рыбу, почему я лошадь за 600 рублей, если по акции, вам купить там за 200, ну, грубо говоря, ее рублей. Разница очевидна, правильно? И назвать это ненужным товаром, конечно, на каждый день... Ненужный, согласна. Ворожье тоже, наверное, не нужный. Нет, ну, я просто говорю вообще... Конечно, на каждый день товар этот не нужен. А поваловать тебя раз там месяц, два раза... Раз... Раз... Два месяца, а? Да. Почему бы и нет. Поэтому, лично у нас нет такого же, мы покупаем те товары, которые нам не нужны, лишь бы то, что он по акции, скажем так. Нет, ну, согласись, если бы ты видела, что там мясо некрасиво выглядит, ты бы его не взяла, если бы оно неприятно пахло, если бы оно вообще, в принципе, было похоже на какое-то непонятное что-то. Ну, естественно. Да. В смысле сбилась? Он у тебя. Так, ладно, все. Все готовлю кушать. Кстати, печень у меня уже готова, я ее разделала. Чеснок, соль, перец и в сметане. Сейчас начну ее жарить. Что ты тут, Ладик, смотришь? Какой-то у нас вечер такой длинный-длинный получился. Лада фантики, что не выкинула. Спросила выкинуть фантики. Я за это время уже подготовила ужин. Господи. Пропылесосила всю квартиру, потому что вообще прям при грязи пыли. Откуда они только повытащили ее своими вместе игрушками. Вообще какой-то ужас. На кухне все было грязно, помыла полы на кухне быстренько. И, в принципе, сейчас уже нужно кушать. Хотела показать такие вещи. Сегодня купила Ладику Илюшки. Ладику такую водолазочку. Она стоит 220 рублей. Вообще просто шикарная. Она такая тепленькая внутри. Прям удачно очень попала. За 220 рублей шикарная вещь. И Илюшки. Такую тоже кофточку. Тоже 230-240. Что-то такое. Короче, теперь все. Пока есть вещей, вроде у вас такое. Основное, основное, вроде бы и есть. То, что Ладика, у него до ласки не было уже. Всего повырос. Все, что можно было. Владик, сложи аккуратненько, пожалуйста. Пакет положи пока. Пойдем за стол кушать. Теперь мне осталось купить только Владику штаны. Наверное, аккуратненько это, называется, сложил. Владик, на зиму что-то тепленькое купить. И вот, не знаю, теперь по обуви. Надо еще обувь посмотреть, все пересмотреть. Владик, аккуратно сложи, пожалуйста. Я прошу. Пойдем за стол кушать. Положи, я сама сложу. Не надо. Положи лучше. Не трепи, не нервы. Как вы складываете, у меня прям аж на трясти начинает. Пошли давай. Что тут у нас? Кто тут у нас? Мы тут. Вы тут? Да, Вероника, печенку обретает хорошо. Ой, да ради бога, он еще пол сковородки печенки. Тихо, не каркаю. Думаю, не еле. Не каркаю. Кушайте на здоровье. Очень вкусно. Потому что мы едим маленькими кусочками. Ну, замечательно. Ладно, давай подливочкой полью. Давай солнышко. Будь вкуснее с подливочкой. Да. Подлить? Ну, положи сейчас подлить. Дожди, пожалуйста, минутку теперь. Так, ладно. Сегодня такой день. В принципе, последний день 10 сентября. Крайний последний. Последний. Сейчас. Зар 1 октября. Она сама е... Кушает очень классно. Соколенка. На работу. Папа у нас для первой смены. Она погуляется. Дай бог, нормально будет выехать погулять. Да, надеюсь. Пускай, Танечка, 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 покормит. Не буду, не буду. Не будешь подликать. Ну, давай кушать так. Владик, ну давай, когда футбол кончится. Всем пока. Ну, сейчас там дизлайки, дизлайки. Танечка, мало. Сейчас, друзья. Сейчас, друзья. Владику, удачи, старая. Спартаком. Ну, Брянском. Футболском районе. Все. Футбол рулит, называется. Владик, все остыло. Ты просил кушать. Там не работал. Да, там розетка сломалась одна. Не работала, сейчас все подсоединил. Там не работала. Давай садись, кушай. Угу. Да, это твое. До встречи, всем пока. Всем пока. Спокойной ночи. Ночи? Ночи. Ильюшкин. Илья неспокойный. Илья неспокойный. Илья неспокойный. Ильюшкин. Пока. Пока-пока, скажи. Леоника, пока. Пока. Молодец, умница. Так. Всем хорошего настроения. Всем пока. У меня с вами затруднят 1 октября. Пока-пока-пока. Пока.